16 ноября в России отмечают День самбо. Этот вид спорта и боевого искусства в нашей стране появился 85 лет назад. В Люберцах федерация самбо создана 6 лет назад и объединяет более 600 спортсменов. Для самых юных из них в день рождения самбо провели необычную тренировку. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Сегодня в честь этого дня у нас здесь проходит открытая тренировка, мастер-класс чемпиона мира 2019 года, заслуженного мастера спорта Киселева Руслан Владимирович. Руслан Киселев увлекся самбо 20 лет назад. Спортсмен знает, чтобы добиться успеха важно не только интенсивно тренироваться и слушать тренера, но и анализировать свою работу после соревнований. Я хочу ребятам поделиться своим опытом, показать свои коронные приемы. И в то же время я хочу ребятам донести то, что самбо это не просто вид спорта, это целая философия и целая система воспитания, которая в первую очередь воспитывает уважение друг к другу, укрепляет дружеские связи между людьми. В первую очередь важно трудолюбие, дисциплина, целеустремленность и любовь к своему делу, любовь к борьбе, любовь к самбо. В чемпионате мира по самбо, который проходил в ноябре 2019 года в Южной Корее весовой категории до 100 килограммов, Руслан Киселев стал победителем. Спортсмен рассказал люберецким борцам основные правила ведения борьбы в партере, как брать правильный захват и какие броски помогают выиграть в схватке. Моя задача правую ногу вытащить, взять ее, прижать себе под мышку. Правильно? Вот это место, кость, должна находиться под пяткой. Мастер-класс прошел в 28-й школе, где находится одно из самых больших отделений самбо городского округа. Здесь занимаются 170 спортсменов. Возможность получить индивидуальные подсказки от чемпиона была у каждого. Я занимаюсь самбо три года. Я пришел, чтобы научиться самозащите. Сегодня у нас проводят мастер-класс «Чемпион мира». Для нас это очень важно. Мы увидели хорошие приемы, которые помогут добиться самых лучших высот в спорте. Люберецкая федерация самбо пригласила Руслана Киселева в тренерский состав. Теперь такие мастер-классы будут проводить регулярно. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ.